Всем привет! В сегодняшней программе расскажу о приборе, способном найти взрывчатку в отпечатке пальцев, в возрасте полезных ископаемых Сибири и роботе-юристе. Подробности далее. Ученые из Томска и Алтайского края создали лазерный дистанционный обнаружитель, который способен найти следы взрывчатки даже в сотом отпечатке пальцев человека, контактировавшего с опасными веществами. Прибор предназначен для поиска следов взрывчатых веществ на поверхности автотранспорта, ручной уклади и багажа. Чувствительность дистанционного обнаружителя для таких трудновыявляемых веществ, как гексоген и октоген, на дистанции 5 метров составляет 1 нанограмм на квадратный сантиметр. Ученые создали два прибора для обнаружения взрывчатки в воздухе и подпечатком пальцев. На данный момент приборы существуют в виде опытных образцов. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров поручил ученым вуза создать робота-юриста. Проект называется искусственный интеллект юриспруденции. Цель робота на основании имеющихся данных выдавать возможный вариант решения судьи, а если данных для принятия решения не хватает, показать чего именно не достает. Кроме того, робот-система может вести объективный контроль, основанный на анализе данных законодательства и принятых в прошлом решении суда, а также сократить количество возможностей для коррупции. В течение недели вузе сформируют группу ученых и магистров. Одну возглавят представители от юристов, другую математики и программисты. Через месяц группа представит руководству университета программу работы над системой искусственного интеллекта. Ученые из России, США, Китая, Канада, Испании в течение трех лет изучат возраст геологических объектов и уточнят потенциал сибирских месторождений. Работа будет вестись в новой лаборатории геохронологии и геодинамики Томского госуниверситета, на создание которой вуз получил от государства грант в 90 миллионов рублей. Абсолютный возраст горных пород и минералов ученые будут определять на основе изотопного анализа. В России такую работу пока могут делать только во Всероссийском геологическом институте в Санкт-Петербурге. Определив реальный возраст образования, томские ученые смогут составить более точные геологические карты Сибири, определить перспективность как уже разрабатываемых, так и потенциально интересных для инвесторов месторождений. Это были самые классные новости науки на сегодня. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok